Сегодня у нас 24 июня 2014 года. Помолились, сейчас у нас чтение Евангелия будет. Четыре удара. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 2 глава, 21-22. Никто в веткой одежде не приставляет заплаты из дебеленной ткани. Иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветки, иначе молодое вино прорвет мехи. И вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое, надо бы нам вливать в мехи новые. Толкование блаженного феофилакта. Как ни белина, то есть новая заплата по своей твердости, только раздерет ветхую одежду. Если будет пришита к ней. И как новое вино по своей крепости разорвет старый мехи, так и ученики мои еще не окрепли. И потому, если обременим их, мы через это сделаем вред. Так как они по немощи своего ума похожи еще на ветхую одежду. И так не следует возлагать на них тяжелые заповеди поста. Или можешь и так понимать. Христовые ученики, будучи уже новыми людьми, не могут служить старым обычаям и законам. Ну, прочитали мы два стиха Священного Писания. А теперь давайте их применим к нашему лагеру стану. Взрослые, как вы думаете, как это можно применить? Относительно детей. Какие у вас мысли? Тетя Валя, где-то Володица не вижу, он ушел. Это притчу говорит Господь такую. В приточной форме, как говорят, в приточной форме. Говорит об одежде и о мехах. Сосудов-то раньше, они были сосуды, но в таком понимании, какие у нас, никакого пластика не было. Никакого там, ну если из металла что-то было, ну мало очень, оружия в основном. А то мехи были. Мехи, мешки такие, которые не пропускали жидкость. Дети у нас зачастую еще не приняли Иисуса Христа. Многие. Почти все. Сознательно в свое сердце. Они как бы еще являются такими мехами ветхими. Поэтому на них заповедь поста возлагать слишком строгую тоже не следует. Поэтому у нас-то пост такой, что молочного нету, яйца нет, но всего полно. Раньше был один пост, Великий и Среда-Пятница. Это вот с первых времен христианство. Потом уже монашествующее ввели, ну и среди мирян-то стало. Но если рассматривать строго, то их никто не постится. Послабление там такие есть. Или мало кто постится. Но у нас, именно в общинах, это соблюдается строго. Потому что мы научаем людей. Жизнь-то наша коротенькая. Очень коротенькая. И нужно стараться-то более о душе своей, а не о плоти. Поэтому, ну что пост такой? Это воздержание, говорит Златоуст, от зла. Если рассматривать так глубоко. Воздержание от зла. Он должен быть всегда, этот пост. От зла всегда нужно воздерживать. А внешне-то как выражать? Что мы не едим там с коронного. Настоящий пост не есть, не пить. И вот ученики-то еще были ветхими сосудами. Еще Дух Святых их не посетил. Они не готовы были более такие тяжелые заповеди нести. Для детей также у нас послабление. Ну еще что добавить? Лера, ты слушаешь внимательно, нет? А то, мне кажется, спишь на ходу. Надо ложиться, значит, ранее. С полдевятого не усыпаешься. Ветхая ваша природа, еще она слабенькая. Так, с 23 по 28 стихи. А когда вот Господь их преобразил? Когда день Пятидесятницы был? Вот не так давно мы. День Святой Троицы, день Пятидесятницы праздновали. До вашего приезда. Когда это было? В начале июня, да? Число я не помню. И они стали новыми людьми. Во Христе, кто во Христе, то новое творение Господь преображает. Вас еще Господь не коснулся, поэтому для вас чтение Слова Божие. Ой, да как-то скучно. Лучше в футбол побегать, поиграть. Фильм божественный. Тоже уже спят некоторые, подворачиваются, неинтересно. А покажешь какую-нибудь я легенду, ой, как фантастика интересная. Ну, конечно, она захватывающая. То есть ветхая еще ваша природа. Когда Господь вас преобразит, новые друзья будут, новые желания. Страстей уже таких, но они будут, они всегда будут. Борьба до конца жизни идет в человеке. Поле борьбы сердца человека, говорит Достоевский. А Бог борется с дьяволом, а наши сердца это поле борьбы. Вот здесь вот поле борьбы. Неохота там, а ты должен побеждать силою Христова. И у тебя радость будет от этих песнопений. А не просто ты на костре будешь там, что-то, какие-то игры играть непонятные. Радость. Ты будешь ждать этого костра. И какое-то стихотворение о Боге рассказать. Душа возрожденная, она радуется, что она встретилась с женихом. Вообще этого у вас нет. Но если вы внимательно будете слушать, то это Господь вас посетит. Вы будете искать Бога. Ищите Бога, когда можно найти Его. Призывайте Его, ибо Он близко. Говорит Господь. Ищите. Потом время будет такое, что невозможно будет искать. Сейчас пока, в тихое мирное время, ищите. У нас был мальчик, Юрий его звали. Фамилия Бодю. Фамилия такая непонятная. Никогда не встречал. Бодю. Он всегда брал Библию, каждый день практически, и сам читал. И он из сектантов. Его так приучили еще с малых лет. Но я ни разу не видел, что кто-то из вас Библию попросил. А у нас есть на кухне? Или вот первый том. Одна девочка брала, читала трехтомник, толкование. У нас в лагере была. И каждый день так. Надо стремиться к Божественному. Ибо весь смысл жизни во Христе. Христос и Библия. Вот она, основополагающие столпы наши. Христос и Библия. И там дальше наш устав основан на Библии. Случилось ему в субботу проходить за сейными полями. И ученики его дорогою начали срывать колосья. И парисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взолкал сам и бывшие с ним. Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафари, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал он, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. Толкование блаженного Фекилакта. Ученики Господа срывают колосья, как приученные жить уже не по закону. Когда фарисеи стали негодовать на это, то Христос заграждает им уста, указывая на Давида, который по нужде нарушил закон при архиерее Авиафари. Бегая от Саула, пророк Давид пришел к всему архиерею и обманул его, сказав, что он послан царем по крайней военной надобности. Тут он и ел хлебы предложения и взял обратно меч Голиафа, некогда посвященный им Богу. Это история Ветхого Завета. Вот если в Ветхом Завете иудеи, они и сейчас, кстати, иудаизм называется, вероисповедание, соблюдает субботу, то мы соблюдаем воскресенье. Об этом указание в Священном Писании есть. Так толкуют святые отцы. «Все творю все новое, — говорит Господь, — сей день Его же сотворил Господь. Возрадуемся, возвеселимся в этот день». Какой это новый день, воскресенье, Господь воскрес. И мы посвящаем его для Господа. В этот день идем в храм. Уже обычную работу не выполняем, на полях не работаем, или на огородах дрова уже не колем. Все это заранее надо приготовить. А что мы делаем? Помните воскресный день? Активно отдыхаем и славим Господа. В храме помолились, пришли, и занятия у нас в Священном Писании. Так и говорится в толковании, но только на другой Евангелии. Что нужно посвящать Господу, посещать больных. Это тоже можно. И когда вы работаете шесть дней в поте лица, своего хлеба едите, тогда седьмой ждете, как у нас отец Яким говорил, как Пасху. Но воскресенье это маленькая Пасха, конечно. Воскресенье, а само название говорит. У других там, в нации там День Солнца или еще как-то. Это воскресенье. Название, напоминание, что Господь воскрес. Даже безбожники это употребляли. То есть, как бы они ни хотели это истребить, неистребима вера в Господа. Когда была французская революция, в конце 18 века, и тогда стали в храмах ставить статуи знаменитых людей. Ну, тогда знаменитых. А они, если разобраться с христианской точки зрения, были палачами. Такой, как там Марат призывал многих казнить. Потом его девушка убила. Конечно, они на стороне девушки, которая его убила. Тоже не христианский поступок. И вот, хотели, чтобы о Боге было все забыто. И вести новую религию, по сути дела. Культ разума. Робеспьер там, вождь революции, выходил с цветами. В храме заменялись статуями. Потом храмы стали закрывать. И говорят, что мы так и сделаем, что вы о Боге ничего знать не будете. Забудете. А дедушка стоял и говорит, так а вы небо-то можете закрыть. Но небо как мы закроем? Вот оно небо. Так мы по нему дорогу к Богу найдем. Вот так вот. Мы по природе, если внимательны, найдем Господу дорогу. Я вам говорил как-то, что это книга, которая всегда перед нами раскрыта. Это мы раскрываем временами. А это постоянно раскрыта книга. Эти вот мошки летают нам, досаждают. Это все творение Божие. Да какое творение, это тварь самая настоящая. Надоела она. Все дышащие дохвалит Творца. А они нам бодрствовать предают. Представьте, ничего бы не было. Ни комаров, ни мошек. И заснул в таком состоянии. У нас спят даже. Спят даже вот так. Хорошо бы спали, да. После грехопадения нас Господь этими творениями посещает. Египетские казни. Видели принц Египта? Сколько там всяких казней было? Сколько всего было казней? Семь. Семь. А? Девять. Десять. Десять казней было. И там тоже всякие скнипы налетали. И саранча, и чего только нет. В южных странах вообще их миллиарды. Они солнце заслоняют. И за это надо благодарить. Саранча. Она садится, ничего не остается. Голос земля. Вот так вот. Это страшно. А что ты с ней сделаешь? Ну, быка я могу убить, льва там пристрелить. А саранча, что ты с ней делаешь? Будешь боксоваться с ней? Это мы тут боксуемся и их отбиваем. А саранчами с миллиардами ничего не делаешь. Так за это надо Бога благодарить, что у нас нет этих саранчей. Благодарить Бога, что разум у нас сохраненный. Они всех воробьев убили потом, когда их воробьев убили. Ну, было такое, да. Потому что китайцев самих больше, чем воробьев, да? Да. Вот так вот. Значит, мы услышали с вами Евангелие от Марка. И нам Господь напоминает, что нужно, ну, уже, я перекладываю наше время, чтить день воскресный у нас, христиан. И как правильно это нужно делать. Потому что это заповедь есть. Заповеди четыре по отношению к Богу, а шесть по отношению к человеку. Всего сколько заповедей? Десять. И заповедь как раз, чтобы мы этот день чтили субботнее. Суббота – это покой. У нас воскресенье, христиан. Богу нашему славу во веки веков. Аминь. Так, я бы сейчас хотел с ними потренироваться. Как дядя Володя думает? С мальчиками именно. Нам-то, видишь, надо идти в фундамент, там долбить. Сейчас прямо или после завтрака? А можешь после завтрака. Тридцать три минуты. Я понял, что после завтрака... Только время.